Сегодня я хочу порассуждать о шестом сезоне знаменитого выдающегося сериала Корона. Я уже для своего канала, ну, какое-то время назад, там больше года назад, записывал свои впечатления о пятом сезоне и заодно вообще, как бы, наверное, в двух словах рассказал вообще о том, что это за сериал, но могу, опять же, в двух словах и напомнить, ну, хотя вряд ли, столь громкий сериал нуждается в каких-то дополнительных комментариях, но, тем не менее, это рассказ о жизни британской английской королевы Елизаветы II. И вот первые сезоны рассказывают о ее молодости, о том, как она только взошла на трон, о ее первых шагах, потом, значит, следующий сезон охватывали следующие десятилетия, ну, условно говоря, один сезон, одно десятилетие, и вот предыдущий пятый сезон дошел уже до девяностых годов и вплотную приблизился к истории, и на самом деле пятый сезон практически полный, ну, не полностью, но во многом был посвящен именно истории принцессы Дианы, и, казалось бы, в пятом сезоне та история с принцессой Дианой могла бы уже и закончиться, но нет, решили немножечко растянуть, и вот Диана, она присутствует аж еще в трех сериях, финально уже шестого сезона, тут, может быть, даже немножечко переборщили, и потому что, ну, как-то так уж слишком это все становится растянутым, ну, с другой стороны, понятно, что для современного, для многих современных зрителей именно вот история принцессы Дианы, это вот первая такая, ну, максимально, вот история, которая максимально сближает их, собственно, с британским королевским двором, ну, я, допустим, про себя могу сказать, что вот про поколение действительно 40+, вот действительно мы помним, то есть мы застали еще принцессу Диану живой, да, то есть, и так как это наш возрастной сегмент, один из основных, судя по рейтингам, потребителей вот сегодняшней телевизионной продукции, то понятно, что авторы этого сериала замечательного, они, ну, не могли это не заметить, ну, и потом, да, конечно, о Диане знают, те, кто постарше, те, кто помладше, поэтому вот немножечко они на теме Дианы, надо признать, здесь поспекулировали, но с другой стороны, сложно их в этом обвинять, потому что, ну, действительно, зрителю это интересно, сама Елизавета II, при этом она получается как бы на какое-то время здесь вот буквально отходит на второй план, не то чтобы ее нет, но ее здесь все меньше и меньше, но, тем не менее, потом, ну, в свой черед все-таки она вновь берет свои права и вот возвращается с тем, чтобы уже с нами проститься. Судя по всему, шестой сезон, во всяком случае, так сейчас заявлен, он финальный, хотя даже удивительно, потому что вроде бы он закрывает множество таких сюжетных историй, он в десятой свадьбе, ой, в десятой серии он заканчивается, собственно, показывает свадьбу долгожданную вот Чарльза и Камиллы, за их отношениями мы следили тоже довольно-таки много времени, и вот это вроде еще, конечно, не конец вот огромной долгой жизни Елизаветы II, да, умерла намного позже, но, тем не менее, и вот вроде бы, то есть кажется, что даже еще право следующее десятилетие, да, оно тоже можно найти вот в нем что-то такого интересного, потому что вот здесь действие шестого сезона, это где-то 97-2005, значит, а потом ведь, ну, еще, ну, без мало 20 лет, да, то есть лет 15, да, в каком году там Елизавета II умерла, совсем вроде недавно, да, и, конечно, наверняка в ее жизни что-то там тоже происходило, но, тем не менее, пока создатели сериала, они объявили о том, что они ставят точку, ну, это их право, конечно, и вот получается, что ставят они эту точку довольно-таки выразительно в финале прям не только свадьбы, но еще и вместе с тем планированием похорон, то есть, учитывая, что уже возраст почтенный, Елизавета II сама принимает участие в расписании, как ее будут последствия хоронить, конечно, на тот момент никто не мог предположить, что она проживет в итоге, она еще столь долго, и вот эта расписанная церемония, в общем, она будет воплотиться в жизнь только вот уже в 2020-е годы, но, тем не менее, вот для финала этого сезона придумана была такая вот интересная, ну, интересная с зрительской точки, с кинематографической точки зрения, вот история, да, но она не придумана, понятно, что монарх как-то все это тоже утверждала она лично, то есть, для нее это не было никаким таким сюрпризом, все, учитывая британские традиции и вот как-то величие самой короны, конечно, все это должно было заранее регламентироваться и документироваться, вот, ну и авторам сериала оставалось только поймать вот этот момент и как-то его, ну, выразить, нападать. Ну, автором я имею в виду, конечно, в первую очередь одного автора, Питера Моргана, основного создателя этого сериала, ну, просто когда я перехожу во множественное число, то имею в виду вообще всех сотрудников съемочной, большой съемочной команды, которые принимали в этом участие, ну, Питер Морган, конечно же, он либо автор единоличный, либо соавтор вообще всех серий, ну, выдающийся совершенно человек, который уже и до этого, до появления короны заявил о себе, допустим, сценарием таких фильмов, как вот «Прославленная корона», собственно, тоже о Елизавете II и вот о том, как она приняла известие о гибели принцессы Дианы и яркий тоже фильм «Последний король Шотландии», очень хорошая картина «Фрост против Никсона», «Гонка», пользующаяся действительно тоже неувидающей зрительской славой, то есть как сценарист, в общем, Питер Морган совершенно замечательный, но вот «Корона» – это вот действительно такая вот его корона всей его фильмографии, поэтому, наверное, и жалко, что вот все-таки этот сериал закрыл, и вот даже очень интересно, что он будет делать дальше, и как вот вот это он свою творческую деятельность продолжит, продолжит ли, или, может быть, может вообще уйдет в отпуск. Вот, ну, во всяком случае, вот сейчас, вот, судя по шестому сезону «Короны», который вышел в 2023 году, он, в общем, на абсолютном пике своей творческой формы, совершенно замечательная. Вот «Короне» я могу только выражать самые вот какие-то такие свои, ну, высочайшие оценки, давать ей высочайшие оценки, потому что сериал, конечно, необыкновенным образом подкупает, люблю его вот с первого же сезона, вот, а выходил он, получается, начал выходить в конце 2016 года, то есть вот я шестой сезон посмотрел не сразу, вот в 2024 году, то есть, получается, без малого 8 лет я с этим сериалом прожил вот эти шесть сезонов, не только я, конечно, миллионы других зрителей, и, по-моему, уверен, что мы все получали от этой истории большое удовольствие. Говоря вот как раз о съемочной команде, не могу не отметить, что как тут интересно они закольцевали, что финальную серию вот этого финального сезона поставил тот же Стивен Доудри, который, собственно, этот сериал и запускал. Как известно, вот режиссер, который снимает пилотные первые серии, он задает правила игры, фигура в сериальном деле необыкновенно важная, и вот этот Стивен Доудри, он в свое время поставил как раз первые вступительные серии первого сезона, первые две серии, и потом еще две серии поставил во втором сезоне, потом уже дальше все покатилось без него, но вот на финал его снова позвали. А Стивен Доудри, надо сказать, это же замечательный, совершенный режиссер, который в свое время вот он меня поразил, ну не только, опять же, меня, а своим вот необыкновенным таким достижением, что у него что ни фильм, которые выходили в первые десятилетия 21 века, то все они оказывались в оскаровской номинации за лучший фильм года, это и Билли Эллиот, и Часы, и Чтец, и фильмы жутко громко и запредельно близко, вот разве что после этого немножко удача от него отвернулась, и уже он там стал снимать фильмы менее оскаровски заряжены, но опять же напомню, что из-за Часы, из-за Чтец, главные актрисы, которые с ним работали, Николь Кидман и Кейт Уитслет, они получили своего Оскара тогда. Вот благодаря работе с этим автором вот он вновь в корону вот эту вернулся. Вернулись, соответственно, конечно, и основные все артисты, которые играли в пятом сезоне, ну, что логично, это и Эмильда Стоунтон, и Джонатан Прайса в роли принца Филиппа, и Доминик Уэст в роли Чарльза, и, конечно, вновь не могу не посмеяться на тему, наверняка говорил об этом, рассуждая о пятом сезоне, что, конечно, Доминик Уэст, это прям, ну, тут такая секс-машина в этом сезоне, ну, в этом сериале, и, конечно, совершенно не похож он на настоящего Чарльза, что вызывает просто, вот единственная, наверное, существенная претензия к этому сериалу, совершенно неподходящий актер, то есть он, конечно, он именно красив, Доминик Уэст, он, ну, такой выразительный очень мужчина, и возникает вопрос, как так вышло, что, значит, у них не получилось с Дианой, и как так вышло, что его там кто-то там не любит, и, ну, это просто немножечко смешно, потому что Чарльза, как мы его знаем по телевизионным, что называется, новостям, каким-то репортажным съемкам, но он не выглядит таким, он, скорее, вот артист, который играл его в «Молодые годы», вот он более похож на настоящего Чарльза, чем вот этот Чарльз, ну, тут, возможно, создатели этого сериала, они немножко подыграли королевской семье, и тому же Чарльзу, ну, вот, чтобы, ну, чтобы сделать его уже королевскому величеству, так долго он ждал этого трона, ему в итоге доставшегося, ну, что хоть и вот немножко, вот, как бы, вот, да, ну, ну, а почему бы нет, король Англии и Великобритании, почему бы не сделать ему приятное, почему бы ему, вот, не искать какого-то портретного сходства, вот, не поставить на его роль, чтобы он на экране воплотил вот такой красавчик, как вот этот самый Добиник Уэст, ну, над этим можно, что называется, посмеяться, можно это принять, тем, на принцессу Маргарет играет Лесли Мэнвилл, и вот как раз одним из тоже, вот, так, предфиналов этого сериала является, собственно, смерть вот этой болезни, а потом и смерть вот этой принцессы Маргарет, как известно, она умерла гораздо раньше своей сестры, и вот тут с ней связана тоже очень любопытная серия, одна из восьмая, одна из финальных, когда делается такой большой-большой флэшбэк на всю жизнь назад, и рассказывается известная, ну, относительно известная, конечно, кто-то следит, кому интересна вообще жизнь королевской семьи, вот тем известная история о том, что 8 мая 1945 года, вот в День Победы, когда стало известно об окончании Второй мировой войны, две сестры из королевской семьи сбежали из дворца, ну, вот как прям, как в бременских музыкантах, но не куда-то далеко, а сбежали попраздновать. А об этой истории могут знать еще и киноманы, был такой памятный фильм, вышедший в 2015 году, «Лондонские каникулы» у нас назывался, и вот рассказывал об этой же истории тоже какую-то свою версию. Собственно, исходя из сериала «Корона», можно предположить, что так никто всей правды и не узнает, остаются только домыслы, потому что настоящая история так и не была рассказана, но, тем не менее, вариации на тему, они вот существуют, и надо отметить, что вот эту юную принцессу Елизавету играет здесь все-таки не Клэр Фоя, которая начинала этот сериал приблизительно, как раз с тех юных лет Елизаветы, а другая актриса Виола Претта Джона, ну и это понятно, как я уже сказал, сериал снимался на протяжении семи лет, семи-восьми даже, да, и, конечно, ну, годы идут, и Клэр Фоя было бы странно изображать уже совсем уж юную девчонку, но она в этом сериале все равно тоже появляется, как появляется и Оливия Колман, они играют вот такие разные возраста вот Елизаветы, которые, ну, как бы возникают перед ней с некоторыми советами, размышлениями о том, когда ближе к финалу сезона, она размышляет об отречении, заявить об этом, передать ли вот трон на своему сыну, или все-таки остаться на месте. И вот эти образы, они как бы тоже всю эту историю кольцуют. И как раз очень любопытно, что меня, во всяком случае, это необыкновенно удивило, вот я записываю этот ролик, когда церемония вручения премии Эмми, главная вот сериальная, телевизионная премия по итогам года, она еще не состоялась, вот она скоро, можно сказать, со дня на день произойдет, но я все равно решил не дожидаться этот ролик записать. И пока знаю только не о количестве побед, а о количестве номинаций. 19 номинаций на Эмми досталось шестому сезону «Корона», включая, конечно, за лучшие драмы телевизионные, за лучшие сценарии режиссуру. Пять артистов номинированы, и вот как раз очень любопытно, что в номинации Эмми вновь вошла и эта самая Клэр Фой, а она номинирована за лучшую гостевую женскую роль, что, конечно же, мне показалось необыкновенно смешно, потому что роли никакой нет, тогда уж, ребята, почему вы Оливию Колман тоже не номинировали, потому что там, по сути, их появление, они равнозначны. Вот тут у меня вот эта любовь телевизионных академиков Клэр Фой немножко удивила, но, с другой стороны, но все равно как бы можно за нее порадоваться, а уж говоря об Эмми, вообще отмечу, что за предыдущие все годы сериалу «Корона» досталась 21 награда, включая вот в 21 году она была признана лучшим драматическим сериалом года, совершенно заслуженно, конечно. Ну, вернусь к актерскому ансамблю, я не упомянул еще Оливию Уильямс, которая играет, собственно, эту разлучницу, Камилу Паркер-Боус, ну и, конечно же, в роли принцессы Дианы великолепная, обожаемая, многими любимая, Элизабет Дебики, совершенно прекрасная, Доди Альфаеды играет артист, имя которого, наверное, многим ничего не скажет, Халид Абдалан, но я посмотрел по его фильмографию, все-таки у него ряд интересных ролей. И фильмов по сужденному списку имеется, допустим, «Потерянный вейс» или «Бегущий за ветром» экранизация знаменитой книги, и, конечно же, уже после гибели принцессы Дианы акцент внимания авторов-создателей сериала, оно перемещается на детей, а в частности на принца Уильяма и на его пассию, то есть на Кейт Миддлтон, и вот их играют еще молодые совсем артисты, о которых сказать ничего особо нечего, это Эд Маквей и Мэг Беллами, или Беллами, ну и начало их творческой жизни, конечно, совершенно замечательное, ну, начать свой путь в искусстве с ради принца и будущей принцессы, это, конечно, весьма и весьма интересно. И тут, конечно, надо отметить, что рассказывая про, вот в первую очередь, про принца Уильяма, ну, Гарри здесь тоже присутствует, но все-таки больше как бы на втором плане он берет на себя какую-то такую, ну, немножко анекдотическую такую часть, и какие-то такие шуточки, и в какой-то момент он даже говорит своему брату, что не вторгайся на мою территорию, что вот это моя работа быть раздолбаем, я косячу, чтобы ты был на моем фоне, подразумевается, чтобы ты был паинькой, то есть он где-то вот так присутствует, но основное внимание все-таки на Уильяме, и вот как раз к вопросу о появлении возможным все-таки, ну, вообще напрашивающимся вообще, что мог бы и седьмой сезон появиться, потому что где Гарри бы уже тоже бы взял бы свое, потому что там у него тоже судьба, как мы знаем, весьма и весьма интересная. Ну, в общем, Королевский-то двор никуда не девается, то есть почему бы действительно однажды этому сериалу и не продолжиться, но это так, все мечты-мечты, а возвращаясь к Уильяму, здесь тоже не без юмора это все подано, с одной стороны, он, конечно, страдает, он переживает трагическую гибель матери, вот потеря, ее большая, конечно, травма, но при этом он становится таким, прям кумиром молодежи, особенно девушек, все они его необыкновенно любят, визжат при его появлениях, это его тоже немножко смущает, но он при этом как-то пытается с этим, ну, жить, смириться и, ну, не падать духом, и, вот, конечно же, он знакомится здесь, в этом сезоне, вот с этой Кейт, и очень любопытно, конечно, здесь сделаны акценты, вот, собственно, вот этим автором, Питером Морганом, потому что, вот, когда он в пятом сезоне нам показывал отца, вот, альфаеда, да, то там он мог себе, что называется, выплеснуть, ну, в какой-то мере, всю ненависть как Королевского двора в его сторону, так и многих британцев, и довольно-таки, ведь он неприятный тип там показан, со своей какой-то внутренней правдой, но любить его мы вовсе по этому сериалу не обязаны, и вот удивительно, что мать и Кейт Миттлтон здесь показаны аналогичным образом, это, при том, что все-таки там-то, как бы было довольно-таки безопасно об этом говорить, ну, и Диана мертва, увы, и Доди Альфаеда вместе с ней погиб, и, значит, соответственно, чувство отца уже можно было не принимать, хотя он прожил уже огромную жизнь, и он умер тоже совсем недавно же, да, отец Доди Альфаеда. Так вот, а здесь вроде бы речь идет вот уже, ну, действительно, рано или поздно Кейт Миттлтон станет королевой, сейчас, любимая всеми принцесса, пользуясь случаем, только могу присоединиться к пожеланиям вот своей здоровья, долгих лет жизни, у нее непростой такой период сейчас жизни, и вот, ну, понятно, что автор сериала не мог знать о ее болезни, как-то явным образом никак не повлияло на то, как он выводит сюжет, и вот то, что он выводит ее мать вот сродни, делает прям прямые параллели между матерью Кейт Миттлтон и вот этим отцом Доди Альфаеда, это вот так даже вызывающе смотрится, потому что там вот действительно вот эта мать, она сама как бы толкала там все дает, нам дает понять, что она сама толкала эту Кейт, свою дочь, в объятия принца, старалась, чтобы, ну, в общем, там вот тоже разные фокусы придумывала, и то, что вот в сериале это подчеркивается столь вот наглядно в отношении как раз принцессы, семьи принцессы, которая так любима народом, ну, как и, собственно, принцесса Диана, но если принцесса Диана выглядит, скажем так, немножечко даже жертвой вот этого плана, как бы, да, расставленного вот Альфаедом, а здесь-то, здесь-то почему? Ну, вот тоже можно порассуждать, полюбопытствовать вообще, все ли там хорошо в этой семье, вот почему матери так от этого сериала досталась, матери Кейт Миддлтон. А что касается вот принцессы Дианы и друзья Альфаеда, конечно, в первую очередь удивляет, вот я, при том, что я уже сказал, что, конечно, принцесса Диана была частью, а в какой-то мере и моей жизни, конечно, я знал, что вот она есть, весь мир ей восхищался, но, конечно, даже вот столько лет прошло после ее гибели, с удивлением было узнать, что вообще-то она с этим вот своим Доди Альфаедом, она вообще-то провела всего лишь восемь недель, то есть это было вот буквально вот летнее знакомство, и которое вот так, конечно, трагически закончилось, то есть это не то, что они там были уже вот какое-то сколько-то по-настоящему долгое время вместе, это вот был такой, можно сказать, только-только еще зарождающийся роман, и вот любопытно, конечно, как здесь показаны обе версии развития событий, все-таки одним из вопросов, которых вот всех мучил, всех терзал, успел ли Доди Альфаед сделать Диане предложение, и что она ему ответила, и здесь с одной стороны автор показывает и версию Альфаедов, что да, желание такое было, а с другой стороны, конечно, официально, и озвучивает официальную королевскую версию, которая принята в Великобритании, которая была в свое время тоже озвучена, и которая здесь транслируется, что вообще ничего такого там и не было, и даже не планировалось. И вот то, как автор сериала балансирует здесь, это весьма-весьма интересно за этим наблюдать, но опять же, даже удивительно, основное мое удивление было связано не только с тем, как эти чувства между этими двумя ну, можно сказать, влюбленными развивались, а вот то, что это было такое действительно краткосрочное, то есть они не успели даже толком вместе как-то так что называется пожить и вот друг к другу привыкнуть 8 недель всего лишь, да, то есть вроде такой кратчайший срок, и вот, ну, конечно, жить и жить, кто знает, как бы все на самом деле повернулось впоследствии, если бы вот это не случайная, как выясняется, остановка в Париже, ну, запланированная даже не столько вот этим Доди Альфаедом, сколько, опять же, его отцом, и вот в третьей серии судя по всему, по документальным всем этим источникам, все вот прям показано метание этой пары из дворца в Риц, потом в его дом, потом снова Риц, вот зачем-то они там туда-сюда как бы мечутся, не очень это все понятно, и даже в формате сериала не очень убедительно все это так показано, но вот с другой стороны вот эта история трагическая, вот эта экранизация, скажем так, этого трагического дня, ну, а как подойти к ней еще, то есть, может быть, как раз эта нервозность, которая вот в третьей серии этого шестого сезона присутствует, она тем самым не оправдана, потому что, ну, вот, ну, ввести нас тоже в состояние такого, ну, мандража, может быть, какого-то, мы уже знаем, чем все закончится, мы уже предчувствуем эту развязку, что сейчас она наступит, и вот нервозность персонажей, она передает, не может не передаться, соответственно, и нам. И очень интересное тоже решение, здесь много интересных решений, я упоминаю, называют лишь некоторые, которые вот ставили, как-то зацепили вот именно мое внимание, конечно, что здесь ведь ни разу не произносится, не озвучивается смерть Дианы, они, мы, мы их читаем только по губам, слова эти вслух не звучат, они только потом, то есть, во всяком случае, поначалу вот эти слова, когда они передаются членам семьи, мы видим только вот шевеляющиеся губы, и только потом в новостях вот уже вся эта правда, она как бы сваливается, ну, понятно, что вряд ли есть такой зритель сериала «Корона», который не знает, чем эта история закончится, но тем не менее, вот все равно какой-то шок здесь присутствует, и, как я уже сказал, вот на первые серии этого сезона, они, получается, уводят Елизавету вторую в тень, но вот потом, уже после того, как Диана погибла, Елизавета вновь как-то так воскресает в сюжете, в какой-то мере даже комическая серия связана с тем, что она боится все возрастающей популярности премьер-министра Тони Блэра, следуя его каким-то таким напутствием, увещеванием, она пытается срезать расходы королевского двора, и вот в этом отношении как раз очень интересная такая примечательная шестая серия, когда в центр выходит не корона как представитель именно королевской семьи, а корона как люди, которые эту семью окружают, служи, верно ей служащие, подданные, вот именно вот этот двор, члены вот этого двора в таком большом его понимании, когда там появляется допустим смотритель лебедей, смотритель фарфоровой посуды, который лично укладывает салфетки каждый раз на столе, когда королевская семья обедает, ужинает, все остальное, и вот действительно приоткрывается этот мир, мир людей, которые верно служат вот этой короне. Очень интересно тоже здесь это показано, и действительно показана их преданность своему делу, и вот когда королевы вынуждены их всех спросить, чем они занимаются, каков их вклад в деятельность, когда оказывается, что вроде бы самая ну на сторонний взгляд пустяшная должность, а она ну она в этой системе, в этой экосистеме, что представляет из себя вот именно понятие короны, она любая эта должность, даже вроде бы самая маленькая, она необходима, и вот наверное даже вот то, что здесь авторы сериала, создатели нам показывают вот и эту сторону королевского двора, это совершенно замечательно, что корона это не только именно королевская семья, это действительно целая экосистема, это люди, которые которые ее обслуживают, и они тоже заслуживают внимания и какого-то упоминания, ну хотя бы вот в этом сериале, в этом контексте, то есть это действительно очень необычные люди, которые посвятили всю свою жизнь вот какому-то вот ну опять же смотритель фарфоровой посуды, ну что же это такое, а тем не менее человек всего себя отдает вот этому, и вот сложно конечно обывателю вот этого представить и свой муж в этот как бы принятие и с этим дальше жить, но тем не менее для Британии вот оказывается это все очень важно и действительно вот тогда же я помню тоже в 90-е годы сколько было разговоров, эти разговоры они порой сейчас продолжаются, что вот как много налогов обычных служащих и обычных британцев идет вот на содержание этого вроде бы ненужного королевского двора, а вот в сериале показано, что вот тут еще вопрос насколько он ненужный, а может быть как раз вот то, что эти традиции здесь сохраняются это как раз и держит всю нацию на плаву, но я не конечно утрирую вот тут, но тем не менее какая-то такая мысль от этого сериала она остается ну и конечно продуманный финал когда Елизавета вторая она стоит вот буквально на том месте где ее однажды похоронят и через большой зал уходит в такую перспективу и дверь за ней закрывается и конечно волей не волей ты ну ты не волен следить за своими мурашками которые в этот момент тебя вот по всему телу охватывают конечно очень прочувствованная вот эта история которая достойно очень закончилась ну опять же тут вопрос закончилась ли навсегда или однажды мы все-таки еще к ней вернемся кто знает но пока что официально сериал Корона завершен на шестом сезоне и лишний раз можно повторить что завершен на достойной высокой ноте и сам по себе вызывает только необыкновенно такие восторжения но во всяком случае от меня восторжены отзывы хоть было бы время хоть сейчас бы начал его с удовольствием пересматривать потому что сделан он настолько качественно что вот прям вот какие-то серии даже очень хорошо запомнились и запомнил конечно вот большое хорошее послевкусие что очень интересно очень познавательно и при этом очень содержательно то есть это сериал который не просто вот так тебя бездуманно развлекает а ты следишь именно за историей за большой историей про которую ты понимаешь да конечно здесь есть место какому-то художественному может быть и порой вымыслу преувеличению какой-то художественной адаптации но при этом вот эта история мира у которой есть какие-то основания то есть это ну практически исторический документ волей-неволей мы всегда относимся даже к художественным произведениям на историческую тему мы хотим видеть в них именно документальное некое свидетельство вот такое свидетельство о жизни вот этой Елизаветы второй в самых разных вот аспектах да отношения с мужем отношения с родственниками с сестрой с детьми вот и уже какие-то интересные истории связаны именно действительно со следующими поколениями вот этого этой королевской семьи замечательный замечательный сериал могу даже прямо сказать что великий не уверен правда что прямо вот премия Эмми подтвердит его величие наградив его в очередной раз главной наградой за лучший драматический сериал потому что вроде бы на сей раз конкуренция тоже такая не непростая и довольно-таки сильная но если это случится то буду только этому очень-очень рад об этом вы уже узнаете сами а я соответственно на этом уже все-таки прощаюсь